В Кубанской столице завершился краевой конкурс «Учитель года Кубани по основам православной культуры». Ежегодно конкурс проводится Министерством образования Краснодарского края совместно с Кубанской митрополией. В этом году заключительная часть состоялась в историческом парке «Россия. Моя история», где по итогам конкурсных заданий среди десяти лауреатов были определены три финалиста, а участников конкурса наградили дипломами. Уверен в том, что этот конкурс не пройдет для вас напрасно. Хотелось бы все-таки пожелать вам, чтобы вы ни в коем случае не оставляли начатого дела, чтобы вы продолжали идти этой дорогой, помня, что нам открывается в Евангелии очень удивительное и важное слово. «Всякий, возложивший руки свои на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». За время конкурса в ходе испытаний участникам предстояло показать профессионализм в проведении урока, выступить с мастер-классом, показать мастерство в разработке цифрового образовательного проекта, проявить свои умения взаимодействовать с родителями, а во время задания пресс-конференция продемонстрировать понимание и собственное видение решения актуальных проблем. «Я впервые участвую в подобном конкурсе. Очень интересный опыт, очень интересная атмосфера. Все очень доброжелательные, друг другу помогали, все готовились очень активно. Это возможность раскрыть свой творческий потенциал, упробовать свои силы в каком-то новом формате поучаствовать». Имя победителя было объявлено на 28-х всекубанских Кирилло-Мефодиевских чтениях. «Победителем краевого конкурса становится Тразименко Татьяна Ельцкая». «Господи, посли благодать Твою в помощь мне. Да прославлю имя Твое святое». Вот так нам надо жить, работать, учить детей, воспитывать, любить их, в конкурсах участвовать, жить, прославляя Господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова